Почему? Некоторые народы едят на полу. Тысячелетиями люди ели, сидя на голой земле, в звериных шкурах или вязанках сухой травы. Нам, европейцам, это кажется неудобным, негигиеничным и даже диким. Но почему же, несмотря на такие изобретения древнеегипетской цивилизации, как скамья, стул и стол, многие азиатские народы продолжают есть на полу? Привет, меня зовут Евгений, это проект «Популярная география» на канале Вселенная Бьютифул Борн. Европейцы – это потомки древних греков и римлян, которые подхватили египетские изобретения и веками совершенствовали ритуал застолья, делая столовую мебель более удобной и красивой. Обилие лесов давало дешевую древесину, и она практически полностью заменила камень, применявшийся в античные времена при изготовлении мебели. Да и климат на большей части Европы в зимнее время очень стимулировал желание не только спать, но и сидеть во время еды, как можно выше от холодной земли. Многие азиатские народы пошли другим путем, и причины этому также многообразны, как сама Азия. У потомков кочевых народов Средней Азии и Ближнего Востока свои исторические предпосылки есть на полу. Слово «мебель» хоть и происходит от латинского «mobilis», что означает легко придвигающийся, но столы и стулья не слишком удобно возить с собой в седле, кочуя по степи. Да и дерево для их изготовления в степи не растет. В странах Азиатско-Тихоокеанского региона, расположенных в сейсмически активных районах, минимальное количество корпусной мебели обеспечивает более высокую безопасность и выживаемость при землетрясении. А японцы, которых трясет постоянно, привыкли еще и к очень маленькой площади жилища. Там-то уж точно не разгуляешься с обеденной зоной. В южных азиатских странах жаркий климат. Так как теплый воздух поднимается вверх, здесь комфортно спать и сидеть за обедом ближе к земле. Так хоть немного прохладнее. Интересен опыт Кореи. Там в эпоху Коре, это 1918-1392 годы, люди во время еды на холодном полу уже не сидели. Но с появлением в широком распространении в XVIII веке системы отопления, ондоль – это дымоход от кухонного очага, который проходил под каменными половыми плитами. Тогда и возвратилась традиция потреблять пищу, греясь на теплом полу. Однако главная причина нежелания многих азиатов переходить к цивилизованному способу принятия пищи, ну это на наш европейский взгляд, обычно называют не эти историко-географические особенности, а древнее индийское учение Аюрведа. В соответствии с ним, восточный мужчина, сидя на полу, скрестив ноги, принимает позу, соответствующую самой простой и распространенной осенней йоге – Сидхасани, которая укрепляет здоровье. На Ближнем Востоке женщины отводят ноги в бок, и представители народов Дальнего Востока, сидящие, подобрав ноги от себя, тоже получают от такой трапезы физиологические преимущества. Приток крови к желудку улучшает пищеварение. Ускорение синтеза гормона лептина вызывает чувство сытости и предупреждает переедание. Увеличивается гибкость тела, укрепляются суставы, улучшается осанка. Так что, может быть, это нам, европейцам, в пору задуматься, не поторопились ли наши предки пересесть с пола на стулья и кресла? На этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами был Евгений, проект «Популярная география». До встречи в новом видео. Субтитры подогнал «Симон»